У нас, собственно, веселые в гости, в гости, в гости, в гости пришли, в общем, к нам. В студии сегодня у нас заслуженный тренер России Надежда Лабазина и Дарья Мануиленкова, абсолютная чемпионка России по бодибилдингу и фитнесу и бронзовый призер чемпионата мира по бодифитнесу. Здравствуйте! Здравствуйте! Каждый раз приходишь, приводишь новых чемпионов. Как так получается? Объясни мне. Ну, как бы, да, что у нас не особо. Ну, как бы, да, такая медаль у нас первый раз. Для меня это новое знакомство. Да, ну, для вас поменяли. Первый раз, да. Стараемся. Ну, как бы, кто-то берет с копом и чемпионатами, там, менее ранга такого, да, а я делаю вот одного, но чемпионат мира Европы. Скажи, это вот увидела чемпионку или сделала чемпионку? Вот как правильно? Ну, честно, ее генетика. Это что-то. Это, в общем, как там, алмаз, его просто обточить грамотно и будет бриллиант. Ну, то есть, вот она такова. Ну, как бы, сделала. Сделала ее мама с папой отлично, а я доработала там нюансы. Откуда привезли последнюю награду? Это чемпионат мира по бодифитнесу, бронзовый приз. Где проходил? Проходил в Польше, в городе Белосток, 200 километров от Варшавы. Прям дословно, так сказать, без навигатора ехали, да? А я сразу, я уже по карте, мысль на карту представила, как мы туда добирались 5 часов. Но это отдельная история. Как прошел чемпионат, сколько участвовало? 500 человек в категории. Это был женский чемпионат. Мы здесь немножко до этого обсудили, что женский и мужской сейчас разделены. Они, в принципе, разделены, поэтому чемпионат назывался по фитнесу и бодифитнесу. Участвовали женщины и фитнес-мужчины. Вот 500 человек со всех стран мира, самые лучшие спортсмены. Я в этот раз на России взяла абсолютную категорию, поэтому решили не упускать момент и атаковать сразу все горизонты. И в моей категории она была многочисленная, 25 человек. По сравнению с Россией, в которой 13. То есть это считается, что достаточно и уровень, естественно, высокий подготовка. Самые опасные и самые такие жесткие конкуренты на чемпионате мира? Ну, из России в моей категории поехала вся тройка. Это были лидеры Украина и Польша, которая впервые в этом году взяла абсолютку в мире. Считается, что да, они сильные. Сильная категория была такая. Вообще мир был как бы сильный такой. Бывает разного уровня. Бывает слабоватый, да, бывает это. А тут прям гордо, как я еще говорю, что там третья встала? А первые две кто? Полячки. В Польше. Я говорю, знаешь, первая, ладно, все. Никаких вопросов больше. Что нужно сделать, чтобы попасть на пьедестал? Какими критериями должен обладать спортсмен? Пропорциональностью. Пропорциональностью. Качество мускулатуры. То есть она должна быть умеренная. Тенденции всегда разные. Надо попасть. Попасть в них. Может быть очень большой, пойдешь на задний план. Может быть очень маленькой, тоже пойдешь. Но они всегда меняются. Бывает такое, что очень маленьких выбирают. Бывает такое, что очень крупных. Ну вот я, как всегда говорю, это как звезды уже лягут. Вот судьба тебе по твоим тенденциям идти, значит ты попадешь. И вот Даша была, вот видимо, вовремя. Вот такая, какая она должна быть. Не сильно большая, не сильно высушенная. Она была очень ровная. Вот это обычно на международных турнирах, вот эта ровность. Она как-то ценится вот действительно. Самый сложный этап, я так понимаю, это все-таки подготовка. Или непосредственно чемпионат. Что там соревнования идут? Первый раунд 5 минут, второй раунд 3 минут. И все, свободный. А пашешь весь год. Смотрите, вот на самом деле да. Как ты пришла в этот спорт? Потому что 5 минут на сцене, год кропотливой работы, вот ради 5 минут. Ну, пришла я не в спорт, пришла в тренажерный зал, а уже конкретно именно в спорт, это вот когда я пришла в ЦВСМ. На Сибирский центр вышел спортивного мастерства, познакомилась с Надей. И тогда уже как-то более-менее наметили, что будут соревнования. Наметили. Я ее увидела сразу, сказала, это чемпионка. То есть сразу. Ну, в принципе, так и было. Она поехала на первый чемпионат России без особых, как бы там. Просто поехали как посмотреть. Потому что я от нее ахнула, от ее генетики сложения. Ну, и правильно, она из 20-ти стала третья сразу. Это, да. Тут как бы все сразу. Да, Россию у нас иногда выиграть сложнее, чем мир из Европы. А как в этом году было? Сложно, тяжелая была категория. Нежданно. Она 7 лет и выступает, никогда из призеров не выпадает. Она всегда в тройке, но не первая. Вторая, третья, третья, вторая, вторая, третья. Ну, и тут тоже было так же, что я вышла на сцену. Я даже не стояла. Обычно я стою перед сценой и смотрю. Тут я постояла, конечно, ей это надо, я просто поэтому стою. Морально поддерживать не важно. Я стою, посмотрела, думаю, ну, все нормально, опять в тройке. Но как бы на первое тяжело. В России, правда, действительно тяжело. А с чем это связано? У нас такие есть. Связано и с политическими какими-то, наверное, действиями Москвы, Питера и прочее. Всяко бывает. Всяко бывает. И девчонки сильные, бывают сильные. И как у нас судят, я и говорю, что критерий тут нету, вот как мы говорим, да, целый год пашем за 5 минут. А легкоклиты пашут за 9 секунд, за 10. То есть вот, да, как бы вот этот момент. Ну и тут тоже такое, что на России бывает, вот посудят так, и к российским тенденциям, ну, тоже трудно угадать. И девчонки сильные приезжают. Ну, в этот раз я даже удивлена была. Слушай, ну, я так понимаю, есть моменты, есть структура, да, по которой работаете, тренируетесь и как бы наблюдаете за пропорциями тела, как это все выглядит. Вот самое сложное всегда бывает, вот это же какой процесс, какой этап? Может быть, на качке определенной мышцы там еще чего-то? Ну, сложно это наблюдать за тем, как она меняется, как вообще спортсмен меняется к этапу соревнований, да. То есть остается 3 месяца, остается 2 месяца, остается месяц, и тут говоришь, ну, все, ты не успеваешь. И а что тогда? Ну, тогда меняется схема тренировок, схема питания. Вообще питание, да, я говорю, вообще 70% успеха. 30% трудолюбия, вот так вот, да. Ну, 1% генетики, ну, на самом деле, как бы можно поспорить там. Вот, и бывает такое, что не успеваешь, не успеваешь досохнуть, не успеваешь, то есть нужно сохранить мышцы, ужать диету и при этом их не потерять, а потерять именно жировую ткань, вот это же сложно. Ну, это очень сложно. Это очень сложно, это такой, я не могу сказать, что каждый спортсмен у меня готовится вообще не одинаково. Вот у нас есть, например, с ней свои такие фишечки, там, типа, да, пожалуйста. Типа, что там у нас? Орехово-яблочные дни. Это ее. Вот ее организм воспринимает, я противница орех на подготовке, ну, допустим, но это ее продукт. И вот я всегда людям говорю, не только в соревнованиях, то есть нужно искать свой продукт. Ей с них ничего плохого не происходит, она себя замечательно чувствует, она именно насыщается, и они ей идут. То есть я вижу, что изменений плохих не происходит, значит, сиди. Так, скажем, с опытом приходит понимание того, когда что можно, что нельзя. Абсолютно, да, потому что, ну, допустим, были у нас по форме непопадания, были, ну, для меня, допустим, они, да, она была третья, она была в призерах на России, но непопадания в форму. А я, честно говорю, могу сказать, что я до упора была недовольна ее формой, а я никогда недовольна. Я всегда вижу, что можно больше, но ее мне жалко. Вот так вот. Мне себя не жалко, а ее жалко. В этом же секрет мастерства, всегда же нужно быть недовольным, иначе ничего же не получится. Да, да, да. Если бы я сказала, ты супер, а она синимая. Отлично. Да, в принципе, что если все супер, то все уже, можно, уходить из спорта. Стремиться не к чему. Самый сложный момент за время вот чемпионата России, чемпионата мира и подготовки, вот для тебя лично, вот момент, в котором просто... Ну, в этот раз меня струбила простуда между ними. То есть... Это у всех так. Это психотоматика, скажем, практически, да. Вот это подкосило, потому что есть не можешь, тренироваться полноценно не можешь, и какое-то такое раскляпанное состояние. Но оно прошло как-то в самолете. И тут приходит Надя и говорит, в смысле заболела? Как мне второй тренировки? Ну и что, что ты заболела? То есть тут уже как бы не до этого. То есть надо как-то быстро восстановиться, либо не восстановиться и ехать больным. Ну, потому что столько пройдено и из одного раза. Скажи, заметила вот этот переход от тренажерного зала, вот так просто, похожу для себя, там, для фигуры, и в профессиональный спорт? Вот как он, как произошел? Сложно было, несложно? Ну, во-первых, это были те перемены, о которых я просто мечтала. Я ими в тот период жила, я создавала страницы, не существует, да, еще контакт только появился. У меня была первая спортивная страница, где все кричали «фу-фу», это убожество, это мужчина. Мне было 28 лет, 27, да? Я, в принципе, ничего не теряю. Мне хотелось, искала способы быть молодой, быть здоровой и быть, ну, не как все, грубо говоря. Ну, реализация себя, да, у каждого в своем. И я нашла это и с открытой душой, у меня эти тренировки все были в кайф. И фотографии эти пусть пукают, интересно на них посмотреть. Прошло 10 лет или сколько там, 7, что сейчас в ними? Ну, для тех, кто только начинает тренировки, вот пара советов, как действительно начать заниматься с собой. Твои личные. Та-дам! Надо поставить цель. Найти для себя, почему ты этим занимаешься, для чего. Найти свою мотивацию. Не смотреть ролики вот эти, когда там девочки с круглыми попами уже выпады там делают в коротких топиках. А конкретно поставить какую-то маленькую цель. Сначала добиться ее, понять, что все достижимо. Поставить более глобальную цель. И маленькими-маленькими шажками прийти к какому-то... Надо упорядочить мысли для начала. Вот это как бы так и есть. Потому что очень много информации. Ее действительно много. И ты начинаешь видеть это. Я хочу вот такой пресс, я хочу такую попку там, я хочу такие ноги, я хочу вот это. Нельзя так. Вот ты посмотри, смотрите на себя в зеркало. Генетически ты понимаешь, что... Я понимаю, я объясняю это своим спортсменам. Нельзя быть такой, как она. Ну нельзя, у нее так сложены кости, у нее так расположена грудная клетка. Поэтому у нее такая талия. К сожалению, да? Но можно сделать, как ты видишь себя, лучше, чем ты сейчас. Вот из этого исходить. То есть есть люди, которые спокойно относятся, а есть люди, которые начинают фанатеть на грани там, да? Начинают хапать то, 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 я и вот это, и вот это. В результате ничего. То есть поэтому я говорю, что надо упорядочить мысли, спокойно поговорить, посмотреть на себя и вот думать, как бы идти просто в зал. Может быть, это не ваше. Может быть, именно тренажерный зал. Может, ваше плавание. Может быть, вам понравится бегать на дорожке. Мне кажется, итог. Вот спортом по-любому заниматься стоит. Друзья, занимайтесь спортом, следите за собой, будьте, чувствуйте себя хорошо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были заслуженные тренеры России Надежда Лобозина и Дарья Аманулинкова. Абсолютная чемпионка России по бодибилдингу и фитнесу и бронзовый призер чемпионата мира по бодифитнесу. Спасибо вам. Спасибо вам.